В администрации Кашхабского района состоялось заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, ввел заседание глава района Заур Хамирзов. На повестку дня было вынесено три важных и значимых вопросов, касающихся обеспечения безопасности на наших дорогах. В работе заседания приняли участие председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, заместители главы района, главы сельских поселений, представители МВД ДРСУ. С анализом аварийной обстановки и обеспечения безопасности дорожного движения на территории района выступил начальник ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России Кашхабский Азамат Курашинов. Докладчик отметил, что за истекший период текущего года на территории района зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, при которых два человека погибли, восемь человек получили телесные повреждения. Для профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения террористических поселений предъявлена работа. Организовано и проведено информационно-методических мероприятий по профилактике ДТП и снижения террористических последствий – девять. Из них по профилактике детского дорожно-транспортного трасс-травматизма – пять. Проведено просветительные мероприятия по безопасности дорожного движения в дошкольных образовательных организациях – десять. Проведено просветительные мероприятия по безопасности дорожного движения в образовательных организациях – семь. Все материалы и безопасные дорожные движения размещены в районной газете. Анализом аварийности установлено, что участвует концентрация недорожно-транспортных происшествий на уличной дорожной сети Кашхабовского района. Зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, где отмечено недостатком уличной дорожной сети. В ходе повседневного контроля обследовано 420 км уличной дорожной сети. Подготовлено и выгодно 22 подписания на устранение выявленных недостатков. Составлено 4 административные правонарушения на владельцев автодорогов. За истекцию периода 2021 года сотрудниками отдела ГИБДД при надзоре за дорожным движением выявлено 70 административных правонарушений. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и снижения количества ДТП и тяжести их последствий считаю необходимым. 1. Сконцентрировать усилия при надзоре за дорожным движением в населенных пунктах на пресечении нарушения скоростного режима, нарушения правил обгона и маневриевы. По надзору за соблюдением правил дорожного движения пешеходами. Проводить регулярные рейдовые мероприятия с привлечением всех служб молодые и общественности на выявление наиболее грубых нарушений правил дорожного движения. Главный специалист управления образования Артур Зихоха вознакомил присутствующих с проводимыми в школах и детских садах района профилактическими мероприятиями по предупреждению детского дорожного травматизма. В рамках реализации комплексной программы администрации у нас есть программа на 2021 год, где были некоторые предприятия. То есть закупки там святоотражающих жилетов по подписке на газету «Добрая дорога детства» и плюс рекламные ролики, которые мы установили в первую и во второй школе. Плюс и организация конкурса «Безопасное колесо». На эти мероприятия нам финансовое обеспечение сделали буквально по «Безопасному колесу». 14 апреля на базе срочного номер 5 проходили соревнования. Из них принимали участие всей школы. И по результатам соревнований первое место получила Чиститская школа. Первая и вторая школы стали призерами. На основании разработанного Министерства образования Республики Адыгея и Главным управлением ВОГИ БДД у нас есть комплексный план ежегодный. Доведенный до всех руководителей образовательных учреждений, где проводятся мероприятия по дорожному травматизму. То есть это проведение классных семинаров, именитой безопасности, ежедневные родительские собрания с родителями. А самое ответственное мы уделяем на необходимостью небезопасности, это касается водителей мамками или отцов, дальше ношения жилетов светоотражающих и с предупреждением о возможно уголовных последствиях по неисполнению законодательства. Глава района подчеркнул, что все учащиеся начальных классов в обязательном порядке должны носить светоотражающие жилеты. По второму вопросу повестки дня о состоянии автомобильных дорог местного и республиканского значения, расположенных на территории района, выступил заместитель генерального директора АО «Кашхабльский ДРСУ» Ислам Бжетцев. «Кашхабльский ДРСУ» в соответствии с государственным контрактом, заключенным АДГ «Автодор», в текущем году выполняет дорожные работы по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования искусственных сооружений на границах Кашхабльского района республиканского назначения. Протяженность автомобильных дорог общего пользования Кашхабльского района по состоянию на 20 мая составляет 177 километров. В целях повышения состояния автодорог выполнены следующие работы. Это уборка различных предметов мусора с элементов автомобильной дороги, ямочный ремонт асфальтобетонных и черногравийных покрытий с применением мелкозернистого асфальтобетонных смесей, вырубка кустарников, валка деревьев, восстановление профилогравийных дорог с добавлением нового материала. Второе. Содержание искусственных сооружений. Мост через реку Лаба, дорога Кашхабль-Курганецк. Выполнены работы по окраске металлического перильного ограждения, покраске колесоотбойного бруса, очистка полос безопасности ездового полотна. Также нанесение вертикальной разметки на железобетонное барьерное ограждение. Нанесение вертикальной разметки на транспортные развязки автомобильных дорог в полном объеме. Третье. В соответствии с проектами организации дорожного движения проведена замена щитков дорожных знаков и установлено новых знаков на следующих автодорогах. Майкоп, Ялинская, Псиба, Зеленчукская, Карачаевск. 105 штук. Кашхабр, Соколов. 4 штуки. Всего установлено и заменено 109 штук. Установка и замена сигнальных столбиков 241. Также одним из эффективных технических средств организации дорожного движения является дорожная разметка. В 2021 году выполнена работа по нанесению горизонтальной дорожной разметки на поверхность покрытия общей противовольностью 165 км. Автодорог общего пользования в весенний период эксплуатации автодорог. В настоящее время предприятие проводит подготовительные мероприятия к выполнению работ по ремонту следующих автомобильных дорог. Это дорога Майкоп, Ялинская, Псиба и Зеленчукская, Карачаевск. Протяженность 2,6 км. Подъезд к хутору Свободный Труд протяженность 1,4 км. Подъезд села Унарокова протяженность 600 метров. Кашхабр, Соколов протяженность 1 км. Также подъезд к Личепсину протяженность 1,4 км. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также ведется подготовительная работа по ремонту автомобильных дорог подъезду к поселку Комсомольский протяженность 700 метров за счет средств регионального бюджета. Последним вопросом по весь день стало обсуждение докладов глав Кашхабрского и Натербовского сельских поселений касаемо проводимой работы с населением по недопущению управления транспортными средствами в состоянии опьянения лицами, лишенными права управления.